Немножко тяжелые и слитоватые приноски, но это отдельная песня. Вот, значит, берем мы какие-то ингредиенты. Это основные пять при производстве помады. Это воски, жиры, масло, красители и перламутр. Причем, если воски это небольшая группа ингредиентов, это в основном натуральные воски типа канделильский и корнаобский, они придают вот этому твердость. Их, на самом деле, твердых ингредиентов в помаде процентов от 15 до 20, остальное все жидкие. Но вот эти воски, они имеют такую очень сложную пространственную архитектуру, что они в любви себя удерживают вот эти 80% жидкости. Жир в помаде только один. Это и то для химиков, специально не химик, а для вас. Лонолин, жир шерсти ориц. Хотя, по большому счету, лонолин жиром с химической точки зрения не является. Это комбинация сложных эфиров, а жиром он не является. Но, тем не менее, это жир шерсти овец. Ни одна овца при производстве этого жира не пострадала. Это входит в политику компании Риклэй, но только морально при стрижке. Из шерсти добывается, шерсть замачивается, из этой мутной, грязной, вонючей жижи потом добывается лонолин. Он потом деодорируется многократно. И, в общем, если бы я вам дам понюхать тот лонолин, который употребляется у нас здесь, то есть, когда я не говорю, что это жир шерсти овец, я даю понюхать, ну да, ну жир какой-то, да. Какой-то жир, да. А потом я говорю, ну это жир шерсти овец. И, ну конечно, жир шерсти овец, ну конечно. Ну, очевидно. Так вот, друзья, нифига не очевидно, это эффект плацебы. Овчиной он не пахнет. В отличие от лонолина производства плацинского химического комбината. Там, когда бочку открываешь, чувствуешь, что ты пасешь шатару. В общем, в большом количестве яиц. Это к вопросу о качестве ингредиентов, друзья мои. Значит, те ингредиенты, которые мы получаем от западных производителей, от наших поставщиков, это ингредиенты высочайшего качества. Вообще, наше предприятие имеет стандарт, сертификат GMP. То есть, если раньше вы, как консультанты, могли говорить свои... Кстати, откуда вы все? Со всей России. У нас онлайн-команда со всей России представителей. Прекрасно, прекрасно. Так вот, если вы раньше могли говорить своим покупателям, что у Арифлейм есть стандарт GMP на производство велнеса, то теперь вы можете говорить, что Арифлейм получил сертификат GMP на производство всей косметики на этом заводе. Расскажите про сертификат. В прошлом году мы получили, практически через месяц после открытия, мы получили на декоративку, а в этом году, в начале года, мы получили и на пеномон. То есть, теперь вся продукция этого завода с начала этого года сертифицирована по GMP. Недавно у нас был аудит. Нас, так сказать, аудировали. Прочасти. Да, пар части подтверждения нашего сертификата на декоративку, и мы его подтвердили, понимаете? Молодцы. Да, мы молодцы, мы молодцы. Кстати, кстати, да. Да, Арифлейм молодцы. Да, мы, нет, ну а мы-то тоже молодцы. Да, мы-то старались. Нет, причем, вот к вопросу, что такое Арифлейм? Вот к вопросу, подождите, 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 дайте мне закончить мысль, она же улетит, она одна. Дайте мне ее закончить. Так вот, что такое Арифлейм? Арифлейм, на самом деле, это вы, это консультанты, это самые главные люди в Арифлейм, потому что благодаря вам и из-за вас был построен этот завод, все это делается, производится, закупается, завозится, и благодаря вам я получаю завод. Ну, это даже стихотопад. Так что спасибо вам. Вы работаете лучше, чтобы у меня зарплата побольше. От вас все зависит. Вы самые главные. А теперь вопрос. Вопрос про GMP, потому что не все знают, что это такое. GMP. Магический трибунт. Причем латинского алфавита. Если есть слово русского алфавита из трех куб, которые знают практически все, например, душ. То вот слово из трех куб латинского алфавита GMP расшифровывается как Grundman Infecture Practice или надлежащая практика производства. Это значит, что здание должно быть построено правильно. Что освещение здания должно быть правильным. Что работники должны, приходя на работу, мыть руки. Это я там такой отдельный полюс. Что потоки продукции не должны пересекаться. То есть, исходное сырье должно заходить в цех через одни ворота, а готовая продукция выходить через другие. И так далее. Там куча, куча, куча всего. Все должно быть промаркировано. Тот продукт, который допущен к производству, должен иметь зеленую этикету. Это тоже часть стандарта GMP. Это огромный зонтик, который накрывает все сферы нашей жизни. И, соответственно, я вот сейчас надел перчатки не просто так, потому что это соответствует стандарту GMP. В соответствии со стандартом GMP я вам демонстрирую 20-килограммовый брюкет полностью готовой помады. То есть, вот если развернуть, а потом лишнее оттереть, то это полностью готовая помада. Вот если барышня будет пользоваться одним тюриком помады в месяц, то вот такого 20-килограммового брюкета ей хватит на 300 лет. Значит, производим мы такой продукции и блесков для губ примерно 15 тонн в месяц. То есть, до трех миллионов единиц продукции в месяц. Но мы же весь мир обеспечиваем, как я говорю. А можем производить больше. Мы загружены всего на 60% по декоративке и на 30% по пенамаге. Вы продавайте больше. Возвращаемся к нашим баражам. Итак, про воски я рассказал. Это то, что придает помаде твердость и структуру. Жиры. Один жир. Жир в шерсти и овец очень полезен для кожи, для волос, для всего. Масла. Масел в помаде дофига. Ну, просто реально. Самое главное из них, ну, я могу насчитать на вскидку, ну, десятка-два. Самое главное из них касторовое масло. Это масло семян клещевины, которое у нас, это вот такое декоративное растение, максимум, там, полтора метра ростом, с такими большими растопыристыми листьями. А, соответственно, элисинус, каминус, клещевина обыкновенная. Там, в странах Юго-Восточной Азии, в субокваториальном поясе, это огромные кустарники, древовидные, 6-ти метрового роста. И вот из семян клещевины, собственно, делается касторовое масло. Так вот, возвращаясь к вопросу о качестве ингредиентов, наша касторовая масса фармакопейного качества. То есть то, которое продается в аптеках, в кузырьках, и то, которое у нас в огромную бочку, это вот одно и то же масло. То есть лучше, чище касторовое масло не бывает в природе. И вот мы берем все эти хорошие проверенные ингредиенты высшего качества и начинаем варить нашу помаду. Какие же еще два? Воск, жиры, масла, красители и перламутр. Собственно, вот 5 основных ингредиентов. Дальше, для вас, как для продавцов помады, запомните, чтобы помада была хорошей, в ней кроме вот этих 5 основных ингредиентов должны быть еще обязательно ультрафиолетовые фильтры. Причем, как ни парадоксально, в зимней помаде их должно быть больше. Потому что мы редко ходим летом, задрав голову вверху к солнышку. А отраженный от снега зимой ультрафиолет очень вреден. Поэтому в зимней помаде ультрафиолетовых фильтров должны быть лучше. Хорошей помаде обязательно должен быть, сейчас испугают, более ицелена. Это страшно, это химия, это ужасно, это ненатурально. Так вот, друзья мои, это какая-то страшная парадигма, которая сложилась у нас в мозгах, что все натурально – это полезно, а все искусственно – это вредно. Я всегда на всех экскурсиях привожу один и тот же пример – бледная поканка. Натурально? Обалденно натурально, но не менее не полезно. Вот одной бледной поканки будет достаточно, чтобы половина нашей рукой сдохла сразу, а вторая половина, так сказать, мучилась бы с циррозом вечером. А при этом полиэтилен, пищевой полиэтилен, инерция, любой полиэтилен – инерция. Но пищевой он еще и обеззаражен. Полиэтилен можно есть, вот прям дробленый полиэтилен, в любых количествах. Он транзитом пройдет через наш организм. Никак не будет взаимодействовать с ним, мы никак не производим взаимодействие с полиэтиленом. Это инертное вещество. Нужен он в помаде для того, в хорошей помаде, обязательно в любой, любой марке. Кристиан Диоровской помаде, там, Шесейда, я не знаю, там, Лореаль, какой угодно помады. Обязательно есть полиэтилен. Он пленкообразователь. Вот чтобы помада не скатывалась, не забивалась в трещины складочки, а чтобы она такой вот ровной пленочкой ложилась, нужен полиэтилен. Он обязательно должен быть в хорошей помаде. Вы можете не говорить это своим покупателям. Потому что вам придется опять рассказывать эту историю про бледную поганку, про то, что полиэтилен инертный, что из него делаются детали клапанов сердца, и не надо бояться искусственных ингредиентов. Вот эту всю нуму вы можете опустить. Вы сами для себя посмотрите, есть в помаде полиэтилен или нет? Если есть, ага, значит можно продавать, не кривя душой, не стесняясь того, что эта помада хорошая. Еще что должно быть в хорошей помаде. Обязательно витамин Е. Мало того, что он полезен для нас, он, так сказать, работает на нашу иммунную систему. Поскольку витамин Е является масло растворимым, притянуло ацетат или притянуло плюметат, не важно, он еще и увлажняет кожу. Кроме того, в хорошей помаде обязательно должны быть такие вещества, когда они звучат как музыка. Это масло авокадо, масло ши, масло виноградной косточки и масло шушоба. Вообще, прям вообще. Они, да, они полезные, они полезные. Их мало, правда, в помаде, но они полезные. Это хорошие антоцины, это хорошие антиоксиданты, это хорошие вещества. А в остальном все помады одинаковые. Значит, я вам сейчас расскажу одну историю из серии невыдуманных рассказов. Она произошла со мной. И она ответит сразу на много ваших вопросов. Сейчас смотрю, есть ли у меня время для рассказа истории? Я, в общем-то, трепаться-то про помаду могу долго. Вам, наверное, странно видеть 50-летнего мужика, который долго и с удовольствием может говорить про помаду. Было бы мне лет на 30 поменьше, я бы, конечно, этим пользовался. Об этом сейчас узнают очень много миллионов людей. Да. Так вот, история следующая. Я работал на одну очень известную немецкую фирму. И мы однажды в одну смену варили помаду. На одном и том же оборудовании варили лубную помаду для компании «Калина». Она называлась «Черный жемчуг увлажняющая». И помаду для «Кристиан Диора», как называлась, сейчас уж не помню. Это была не просто одинаковая помада, а это была совсем-совсем-совсем одинаковая помада. Потому что у нее был одинаковый ингредиентный состав и по номенклатуре, и по процентам. И одна и та же рецептура, что с чем варить, что с чем, как греть и так далее. Разница была в одном, в отдушке. Калиновскую помаду мы в качестве отдушки клали кристаллический ванилин. На последнем этапе, где-то на предпоследней фазе, сыпали ванилин, ждали, пока он растворится, и сливали помаду. В Диоровскую помаду мы клали специальную Диоровскую отдушку, которую присылали к нам в таком очень красивом металлическом плаконе под ломбой. Мы под видео снимали, как мы отрываем ломбу, как мы отмеряем отдушку, как мы ее заливаем в реактор. И это видео отсылали на Кристиан Диор при каждой варке, что мы ни капли отдушек не украли. Выглядела калиновская помада, надо сказать, не презентабельно. Это были такие телесного цвета, беженого цвета бочоночки такие, в общем, так себе в общем. Диоровская помада выглядела волшебно. Это были длинные черные такие футляры, лакового цвета, с каким-то перламутром немысливым. Мы их, значит, брали белыми перчатками, когда, соответственно, в них заливали помаду. Ну, собственно, саму помаду. Так вот, тогда, в 2007 году, но это была одна и та же помада. Калиновская помада в Москве стоила от 140 до 165 рублей. Я сам своими глазами в магазине Duty Free видел помаду Кристиан Диор, которую я делал, я это определил по номеру партии, которую я делал тоже сам своими руками за 1800. Ну, вот я ответил сразу на много вопросов, которые у вас назрели. Так вот, из этих 1800 рублей вы тысячу отдали бы сразу за две буквой CD. Еще рублей 700 из оставшихся 800 вы отдали бы за упаковку, поскольку 70% цены помады это упаковка. И только рублей 100, и то там, с походом, стоила бы сама помада, которая находится в будущем. Но! Убедить девушку, что помада условно Ariflade не хуже, чем помада Chisade, это, в общем, нереальная задача. Нереальная. Просто нереальная. Но однажды мне это удалось. Я когда работал вот на эту немецкую контору, мы там делали помады для очень многих производителей. И вот у меня подруга там с 40-летним статусом, с которой мы знакомы еще со школой. Значит, я ее любимый цвет, такой вот, как бы назвать, помягче фукс. Ее любимый цвет сделал из нескольких помад, из нескольких рецептур и залил в одинаковые такие футляжи. Но вот они были все одинаковые, одного цвета. А рецептуры были разные. Там была шанелевская помада, шесейдовская помада, диоровская помада, Mary Kay там была, Ariflame было, еще что-то было. Там было штук 8, наверное, помад. Все одного цвета, но разные рецептуры. Я ей принес подарок, говорю, Ань, выбери помаду из этих, которые тебе больше нравятся, и я тебе ее в дальнейшем буду дарить. Так вот, ребят, я сейчас ничего не рекламирую. Я сейчас рассказываю эффективную историю. Она выбрала помаду Pure Color. Она выбрала вот эту помаду тогда, в 2008 году. Потому что там была ее, она была того же цвета. Но поверьте мне, и я вам сейчас скажу правила старого помада дела, первое правило старого помада дела, не надо бояться дешевых помад. Ну, то есть не тех, которые в переходе продаются за 50 рублей, а вот которые сделаны компаниями, которые соблюдают стандарты GMT, которые уважают свое доброе имя, которые уважают свою репутацию, где работают люди, у которых руки растут откуда надо. Вот если эта помада сделана уважающей себя фирмой, то не надо бояться дешевых помад. Потому что, как правило, у них более простая формула. У них нет вот этих масла с шеи, жожоба и так далее. Этого практически нету. Нету дорогих ингредиентов. И они легко съедаются, как правило. Но это не недостаток этих помад. Они очень легко носятся, кожа под ними дышит и не пересыхает. И еще одно преимущество дешевых помад состоит в том, что в них не бывает дорогих консервантов типа парабенов. Вот этих страшных парабенов в них не бывает. В них в качестве консервантов используется только витамин Е. И делается это по одной простой причине, что нашим миром правят маркетологи. Маркетологи считают, что дорогую помаду девушка будет покупать редко. Ну, потому что она дорогая. Хранится она у нее будет долго. Стало быть, чтобы она не испортилась, в нее надо положить парабен. Их кладут. А дешевая помада вот эта, которую в общем-то без слез не взглянешь. Что ей будет? Стоит 3 рубля ведро. Девушка ее купила, она у нее в руках сломалась. Она тут же купила новую, поскольку там еще акции постоянно какие-то бывают. И в общем-то, что ей экономить беречь? И в них, вот в эти помады, кладут витамин Е в качестве инсерванта. Который, как я уже говорил выше, исключительно болезнь. Ну вот, теперь вернемся к процессу производства. Итак, вот у нас эти 5 ингредиентов. Красители и перламутры. Красители натуральные. Это оксиды железа. В переводе с русского на русский это ржавчин. Перламутры тоже натуральные. Это в основе своей слюда. Ну, то есть, если мы посмотрим в микроскоп на перламутр, это будут вот такие пластинки, на которые напылен краситель, и разной толщины слой токиси титана. Они работают как зеркальца, которые преломляют, отражают свет по-разному. То есть, это чистая физика. Никаких кристаллов и бриллиантов в помаде нет. Значит, натуральная помада. Помада натуральная. И вот сейчас тот самый кадр, который я вам обещал. Собственно, помада съедобна. Она съедобна как поингредиентно, так и целиком. На вкус не очень вкусно. Не, ну свечка свечкой. Но если это воски, жиры, масла, подкрашенная свечка. Давайте поаплодируем. Это невкусно, но это понравилось. Это невкусно, но абсолютно безвредно. То есть, это в общем... Сколько у нас мужчин съедает за год? А помада? Вы знаете, за год не знаю. Но по разным данным, женщина, которая регулярно пользуется помадой, за свою жизнь съедает от 3 до 5 килограмм. По разным исследованиям по-разному. Вот. Ну, я, наверное, больше. Я же пробую. Да. Итак. Мы это все варим. Почему варим? Еще раз смотрим на часы. Да. У нас осталось 5 минут, да? Прекрасно. Мы это варим. Вначале начинаем при высокой температуре варить по 100 градусов, чтобы расплавились воски. Потом температуру постепенно снижаем, закладываем все вот ингредиенты, которые по списку. Где-то в середине кладем красители и перламутры, чтобы помада стала цветной. До этого это практически гигиеническая помада. В конце кладем, ближе к концу, совсем к концу, кладем отдушку. Опять-таки в интернете бытует мнение, что существуют некие гипоаллергенные помады без отдушки. Бряхня. Таких помад не бывает. Потому что если не положить отдушку, помада будет пахнуть воском, жиром и маслом. Это должно, отдушка должна замаскировать вот этот запах. Вопрос в том, что ее должно быть не слишком много. Но помад без отдушек не бывает. Итак, мы положили отдушку. В огромном котле все варится порядка 6 часов. Ну, в общем, кухонная готовка, если сложный супчик, тоже это долгий процесс. 3-4 часа ты будешь варить борщ, если посуду еще помыть надо. Потом это все сливается в горячем виде вот в такие контейнеры. Вот вы их видите. Они выполнены полиэтиленом. Помада в них остывает. И когда помада остыла, мы играем в кулич. И, соответственно, получаем вот такие брикеты помады. Это уже полностью готовая помада, которая потом идет на линии. На линии она режется, разогревается. Даже это состояние заливается в формочки нужного фасона. То есть, чтобы она вот такая была, вот такая, вот такая. В формочках она застывает. Формочки идут на линии непрерывно по кругу. И, соответственно, потом помада встреливается уже в пластмассовые компоненты. Ну вот, в велкам посмотрите на это. Спасибо.